Так, ну что, значит, сегодня попытаемся поговорить уже про совсем такие конкретные вещи в виртуальных машинах, то бишь про систему управления памятью в конкретных GVM. То есть я сразу же предупреждаю, что здесь будет большой акцент именно на hotspot, просто на виртуальную машину от Sunscot, на которой я работал, именно просто по причине того, что я про нее больше знаю. Это не значит, что другие хуже, это исключительно вопрос ограниченности моих конкретных знаний. Так, ну что, значит, сколько здесь людей вообще знают язык Java? О, слава богу, тогда мне не нужно будет объяснять, значит, что такое вообще Java, и можно будет сфокусироваться уже на предмете нашего разговора. Значит, какие у нас вообще требования к системе управления памятью в Java? Значит, вот если вы хоть чуть-чуть поработали над прошлой лекцией, хотя бы сходили по ссылке на стандарт GVM-спецификации, то вы увидели, что стандарт, собственно, не специфицирует, как конкретно нужно управлять памятью. То есть, как нужно память выделять, как ее нужно освобождать, он налагает определенные поведенческие, так сказать, ограничения, требования. Вот здесь я перечислил некоторые из них, которые, на мой взгляд, существенны и влияют на дизайн и реализацию коллектора. Значит, во-первых, память всегда выделяется под объект. Это высказывание, наверное, не очевидно, но тем не менее факт создается фактом, что все сущности в языке Java – это объекты, кроме примитивных типов, размером до двух машинных слов, то бишь до 64-битного интера или W. Это некие исключения, но все равно эти значения, они выделяются либо на стеке, либо являются полями, опять же, объектов. То есть, все выделения, так сказать, больше, и даже массива является, в общем-то, вполне себе полнофункциональными объектами. То есть, если более точно сказать, то память всегда выделяется или под примитивные типы, или под объекты. Следующее высказывание – это то, что память всегда инициализируется в значении по умолчанию. То есть, ну, опять же, вот если вы смотрели, то есть, если вы создаете новый класс, то есть, если вы не присваиваете значения его полям, то, тем не менее, какие-то осмысленные значения там все равно будут, а именно нулевые. То есть, для каждого типа, примитивного типа, определено, что является для него нулем, то есть, для ссылки это нулевой указатель, для всех остальных это соответствующие нулевые значения, нулевые float, нулевые int, false для boolean и так далее. И всякая выделенная память выделяется проинициализированной. То есть, почему это, опять же, содержательно? Если мы поговорим, например, про контракт функции malloc, например, то она ничего не гарантирует про содержимое. То есть, вам может вернуться указатель, в котором хранятся, например, чьи-то чужие данные. Ну, хранились когда-то, а теперь не хранятся. Вот. И вам, соответственно, если вы хотите занулить память, то вам нужно ее занулять. То есть, для объектов в Яве это не так. Значит, для завершения инциализации должен называться конструктор. То бишь, память не просто инициализируется, она сначала инициализируется в нулевые значения, а потом заполняется, скажем так, специально обученным джава-кодом, а именно конструктором, на исполнение которого наложены определенные правила, скажем так. Память освобождается при недоступности объекта. То есть, ну, во-первых, как я уже написал, возможно, то есть, что это значит? Это значит, что, в принципе, опять же, идеальная система, если мы будем говорить о машине тьюринга, так сказать, то в машине тьюринга, естественно, никакой гербочек-коллектор не нужен. Вы можете спокойно выделять объекты, и, в общем-то, ну, выделяете и выделяете. Память бесконечное количество. Так что никакой сборки мусора не нужно, естественно. Поэтому, собственно, кстати, вот, любопытный факт, что гербочек-коллектор был изобретен, собственно, в 59-м году при разработке первых систем ЛИСПа, когда люди, собственно, поняли, что, к сожалению, то, на чем они работают, никоим образом не является абстрактной машиной тьюринга. Кроме этого, существует концепция слабых ссылок. Я о них чуть подробнее поговорю, но концептуально это ссылки на объекты, которые не предотвращают их изобавдение, и по которым можно тем или иным образом выяснить, что существует ли объект, или он уже изобавден. В следующий момент не допускается алиасинг, то бишь перекрытие памяти объектов. Ну вот как в языке C делается алиасинг? Ну да. Собственно, Юниан и на самом деле то, что язык C++ называет в некотором смысле реинтерпреткаст, это тоже своего рода алиасинг. В том смысле, что мы можем, так сказать, налагать разные структуры на одну и ту же область памяти. То есть мы можем думать об одной и той же памяти по-разному. Вот, собственно, чем является алиасинг. Если кто-нибудь из вас разрабатывал компиляторы, то вы можете, так сказать, знать, что при разработке компиляторов алиасинг – это одна из таких достаточно содержательных проблем, препятствующих многим интересным оптимизациям. Значит, требуется, чтобы были реализованы методы equals и хэш-код. Значит, метод equals – это, по сути, то есть два объекта всегда можно сравнить. То есть, безусловно, это сравнение можно перекрыть, но также их можно сравнить как ссылки. То есть можно сказать, тот же этот объект или не тот же. Причем с определенными, так сказать, рефлексивными свойствами. То есть объект всегда равен себе. Если два объекта разные, то они никогда не равны друг другу. И есть такая интересная функция хэш-код. То есть вот на первый взгляд совершенно непонятно, почему... То есть вот так вот, навскидку. Как вы думаете, почему в Java Long Object есть такой метод, как хэш-код? Причем с нетривиальной реализацией. Так а зачем? Зачем, собственно... Нет, я понимаю, что вы понимаете, для чего он используется. Я спрашиваю, почему он есть в Java Long Object. То есть почему, собственно... Ну, в Java Long Object находится все самое необходимое. А как можно пользователю вычислить равноверно определенный хэш на Java объекте? Обладающий свойством стабильности. Ну да, это действительно... Действительно, это достаточно здравый поинт. Действительно, именно из примерно таких соображений. То есть действительно из-за того, что хэш-код, если вы, опять же, представляете себе, что такое хэш-таблица, то вы знаете, что хэш-код это, грубо говоря, целое число, которое можно атрибутировать объекту, которое стабильно, которое одно и то же у одного и того же объекта, и с некоторой вероятностью разное у разных объектов. То есть как бы эта вероятность не всегда должна быть стопроцентной, но чем лучше хэш, тем, так сказать, больше вероятность, что этот хэш-код разный. И вот требуется, чтобы у Java объекта существовал стабильный хэш-код. То есть это значит, что на протяжении времени жизни объекта его хэш-код не менялся бы. Как мы потом увидим, это некое достаточно нетривиальное требование. Особенно для коллекторов, которые, так называемые, компактифицирующие или сдвигающие коллекторы. То есть те коллекторы, которые перемещают объекты в памяти. Вот чем, так быстренько, почему с C++ можно вот так вот легко и ненавязчиво всегда вычислить хэш-код? Как вычислить хэш-код с C++ объекта? Ну да, кентук, в общем-то, почему? 16 байт на Mointoo или к чему угодно еще. Действительно, из-за того, что из-за контракта, предоставляемого New, то есть что, в принципе, New обещает, что память, пока объект не освобожден, останется той же самой, вот таким образом вычисленный хэш будет обладать свойством стабильности. Естественно, что вы не можете привести ни один объект в ЯВИ к типу Инд. Никаким образом. Это нелегальная конструкция языка. Значит, следующее. При недостатке памяти что происходит? Вот это, на самом деле, такой любопытный момент, что одно из таких больших, опять же, преимуществ Java, если говорить о разработке серьезных систем, это вот именно хорошо продуманная система обработки ошибок. Я об этом уже, в общем, говорил, но действительно, мне эта способность языка Java очень нравится. И вот, соответственно, если памяти не хватает, то бросается специальное исключение, и его можно поймать. То есть, опять же, если мы посмотрим чуть повыше, то память у нас всегда выделяется под объект. Таким образом, Java Long Out of Memory это тоже объект. Таким образом, когда у нас случается исключение, нам нужно выделить некоторое количество памяти под объект Java Long Out of Memory Error и его бросить. Ну, так. К вопросу, о, еще и стактрейс сохранить в нем, естественно. Значит, и при освобождении объекта, то есть, в какой-то момент после того, как объект стал недоступен, вызывается finalize. То есть, такой вот зловещий метод, который является такой заменой деструкторов для языка Java, которым очень не рекомендуется пользоваться, и я попытаюсь в меру сил объяснить, почему этого не стоит делать. Но, ну вот, в принципе, он должен когда-то вызываться. И не очень опытные программисты, в частности, люди, которые в свое время писали библиотеку классов для языка Java, вот, они имеют тенденцию освобождать ресурсы, в частности, системные сокеты, системные хендлы, в финалайзе, что, разумеется, является достаточно грубой программистской ошибкой. Если хоть немножко прочитать стандарт. Так, ну вот, фазы жизни объекта. То есть, собственно, сейчас мы просто подумаем, как объект живет, потому что это как раз то, что для memory manager, то бишь для коллектора является, так сказать, реализуемым им контрактом. То есть, сначала, собственно, объекта не существует. То есть, существует просто какой-то участок системной памяти в хипе, который не является объектом. Затем память выделяется системным локатором из этой области и заполняется нулями. Вот, та самая фаза начальной инициализации. Затем у нас получается инициализированный объект. То бишь, после вызова конструкторов у нас, в общем, все достаточно, ну, это хорошо. После того, как мы объектом попользовались, он нам больше не нужен, он становится недостижимым объектом. Тут возникает, естественно, вопрос, а что же происходит с классами? То есть, вот, как вы думаете, классы являются объектами? Да. Являются. Значит, соответственно, вопрос, как мы знаем, что нам никогда в будущем не понадобится класс? То есть, почему нам в будущем не нужно будет инстанциировать класс какой-нибудь... Васян красивый класс, который он, так сказать, вот сейчас Вася не использует, а через полгода захочет использовать. Вот как узнать факт, так сказать, недоступности класса? Отсутствие вызова конструктора сейчас не значит, что отсутствие вызова конструктора потом. Ну, значит, не вызываюсь. Ну, просто да, их тоже можно вызвать, скажем так. Да, класс лоадер, абсолютно верно. То есть, действительно, на самом деле, в Java для того, чтобы, собственно, так сказать, отслеживать достижимость классов, введена концепция класс лоадера. То есть, некого такого контекста, который агрегирует в себя, в некотором смысле, классы, относящиеся к чему-то. И заодно является контекстом, так сказать, name lookup. То есть, если у вас есть класс, там, не знаю, мой красивый класс, то вы можете иметь, на самом деле, 100 классов, проименованных мой красивый класс, с абсолютно разными реализациями. До тех пор, пока они находятся каждый в своем класс лоадере. То есть, что, в общем, достаточно удобно, например, для реализации больших аппликашн серверов. Ну, и, собственно, что ими и делается. То есть, там для каждого, например, веб-приложения создается свой собственный класс лоадер. Поэтому можно не заботиться проблемой конфликта имен между различными веб-приложениями. Да, значит, вот, собственно, возвращаясь к нашим баранам, значит, это следующая паза. Это недостижимый объект, затем объект финализируемый, то есть, тот объект, у которого мы выяснили, что он недостижим. Недостижим, и мы сейчас находимся в процессе исполнения финалайза. Значит, чем интересен метод финалайз, вот, злосчастный? Тем, что, на самом деле, он может сделать все, что угодно. Собственно, это обычный джава метод, он может сделать все, что угодно. Что он частности может делать? Он, естественно, может обратиться к дысу. То есть, вот к тому самому объекту, который вроде как недостижим. И что он может сделать с этим дысом? Естественно, что он может его, на самом деле, сохранить куда-нибудь. И возродить его, так сказать, из мертвых. То есть, класс вроде как был недостижим, но в какой-то момент, ну, вот финалайзеру понадобилось все-таки, чтобы этот класс был снова нужен, и все. То есть, на самом деле, вот отсюда, отсюда, сюда, на самом деле, вполне возможно, да, стрелочка. То есть, здесь переход не только в одном направлении. То есть, в принципе, возможно, так называемый resurrection, то есть, возрождение объектов. На самом деле, достаточно такая неприятная вещь для коллекторов, для разработчиков VM, но, тем не менее, существующая. Значит, следующее состояние, так называемый фантомный объект, то есть, объект, который уже точно недостижим, невозрожден, его финалайзер отработал, но пока он еще не освобожден. И, наконец, последняя фаза, это, собственно, участок, снова участок хибета. То есть, то, с чего мы начинали. Просто свободное место в памяти, которое можно заново использовать. Значит, для реализации вот такого вот цикла жизни нам нужно уметь анализировать достижимость объекта. То есть, выяснять, нужен ли данный объект в программе. Вот сейчас я попытаюсь дать, ну, такое определение, в то, значит, нужен. Значит, нужен с точки зрения Java. Значит, ну, для этого вводится понятие рутсета, или, я не знаю, как это правильно по-русски, я перевел, как корневые объекты. Может быть, кто-нибудь знает лучше, перевод. Значит, это, во-первых, это объекты на стеке Java. То есть, как мы уже говорили в предыдущей лекции, GVM – это стековая машина, в частности, у нее существуют ссылки на объекты, которые хранятся на стеке, и вот все ссылки средов, которые в текущий момент исполняются, автоматически считаются достижимыми. Ну, впрочем, естественно, потому что иначе было бы очень обидно, если у вас выполнялась программа, а потом запустился коллектор, а потом ссылка, которая у вас на стеке, оказалась указывающей на какой-то мусор. Нехорошо. Следующее – это глобальные переменные Java. Ну, вот, некоторые преподаватели языка Java говорят, что в Java нет глобальных переменных. Вот, что такое глобальные переменные Java? Нет, системное время – это, скорее, характеристика. Что такое глобальные переменные в Java? Вот, по крайней мере, с точки зрения достижимости, скажем так. Да, статические поля, естественным образом, это наиболее, так сказать, естественный кандидат на глобальные переменные. То есть, понятно, что они глобальные в рамках жизни класса, и когда класс умирает, естественно, его статические поля тоже больше не нужны. Но, тем не менее, на время жизни класс-лоудера, а если мы говорим о системных классах, то, значит, на все время жизни виртуальной машины у нас эти переменные, можно сказать, всегда живы. Поэтому их надо создавать со сторожностью. Значит, следующее – это, собственно, структура данных виртуальной машины. Ну, тут, в общем, достаточно понятно. То есть, если виртуальная машина ссылается на какой-то объект, то даже если он больше, вроде как, не нужен программе, то все равно его освобождать не стоит. Так сказать, частным случаем или частным неочевидным случаем является регистр процессора, содержащий ссылки. То есть, если мы, ну вот, мы на следующий лекции будем говорить о динамической компиляции, и там я, значит, расскажу о том, как работают джитеры в меру знаний. В частности, естественно, что любому компилятору нужно хранить тем или иным образом ссылку на объект. Есть два способа хранить ссылки на объект. Первый способ – это, в общем, так называемые хендлы. То есть, вместо ссылки на объект вы храните ссылку на ссылку. То есть, такой двойной indirection. То есть, чем это полезно? Если вы храните ссылку на ссылку, то то место, куда ссылается, оно всегда, так сказать, валидно. Но просто оно, если вам какой-то объект больше не нужен, вы освобождаете вот это место. И тот, кто ссылался на, тот, кто хранил эту ссылку, естественно, будет уведомлен о том, что он ссылается на более недоступный объект. Но многие производительные виртуальные машины, в частности, вот Hotspot, используют прямые ссылки. То есть, непосредственно число, которое является на текущий момент указателем на объект в хипе. И вот если у нас хранится где-то такое значение в регистре, то, естественно, что мы должны его надлежащим образом обновить при сборке мусора. Значит, ну вот какие еще примеры достижимых объектов? Ну, это вот уже вопрос на некое такое знание подробностей языка Java, таких неприятных подробностей. Какие еще объекты, на ваш взгляд, являются корневыми объектами? То есть, теми объектами, которые нужно учитывать при глобальном обходе, так сказать, при анализе достижимости, грубо говоря. Вот что кроме этого списка? Кто? Это стеки средов, да. То есть, естественно. Ну, это стек, это весь стек, весь стек поток. Ну, ладно. Можете подумать. Я, если кому-нибудь интересно, я на следующей лекции могу ответить. В общем, могу ответить. Вот. Значит, ну и, собственно, по определению достижимости. Достижимость, это, достижимое множество, это транзитивное замыкание этих самых корневых объектов. По отношению иметь ссылку. Ну, понятно, что здесь сказано. Здесь относительно по-умному сказан простой факт, что если ваш объект ссылается на какой-то объект, этот объект ссылается еще на какой-то объект, то вот все, что таким образом получится, это и будет множество достижимых объектов. То есть, а, соответственно, собирать можно, то бишь, все вот это называется горбач-коллектор, то бишь сборщик мусора. Собирать можно дополнение множества достижимых объектов, то есть все остальные объекты в хипе. Это, собственно, является мусором. Чтобы немножко еще запутать ситуацию, вот несколько дополнительных моментов. Значит, во-первых, ссылки. То есть, язык Java поддерживает не только, собственно, ссылки, как ссылки. То есть, когда вы пишете fubar, это, так сказать, ссылка на объект какого-то класса в вашем инстансе. Вот, соответственно, это значит, что объект fuz ссылается на то, на что указывает бар. Извиняюсь за тавтологию. Значит, также присутствуют называемые мягкие ссылки, слабые ссылки и фантомные ссылки. Вот, кто пользовался вот такими объектами? Ну, небогато. Ну, вот для чего используются, например, мягкие ссылки? Вот у меня была похожая ситуация, когда я готовился к этой лекции. Ну, действительно, достаточно такая невнятная классификация, но, тем не менее, действительно, при построении определенных структур данных без них не обойтись. На самом деле, мягкие ссылки – это ссылки с следующим контрактом. Значит, это ссылка на объект, который, в принципе, не препятствует его сборке мусора. Но, тем не менее, при возможности наличие мягких ссылок говорит, что лучше, если есть возможность, этот объект не собирать. То есть, на самом деле, такие объекты используются для построения разного рода кэшей. То есть, если у вас, например, есть какие-то большие объекты в памяти, не знаю, там, большие картинки, например, которые, в принципе, могут в будущем понадобиться. Вот, пишите, например, браузер, но вы не хотите также использовать системную память. Поэтому вы делаете на них мягкие ссылки, и, соответственно, если с памятью все плохо, они вычищаются. И вам придется их заново грузить. Если с памятью все хорошо, значит, все хорошо. То есть, у вас эти объекты просто сразу есть в памяти. Нет, просто у JavaLang, там, вот этого софт-референса, у него есть метод реф, или как он так называется, получить объект на референт. Вот то, на кого он ссылается. Да, поэтому, когда получается ссылка на этот самый референт, вот, она либо ноль, либо не ноль. Если она ноль, это значит, что объект выгружен. Вот, значит, слабая ссылка, я вообще с трудом понимаю, зачем она нужна. Но, в принципе, наверное, если вам нужно, допустим, учитывать все объекты в вашей программе, но при этом вас не волнует проблема того, чтобы они не собирались. Например, какой-то класс, например, хочет учитывать всех своих детей. Это значит, к примеру, что вот просто в конструкторе он может сохранять все созданные ссылки в какой-то статический хешмап или ссылку, или список вот этих вот самых софт-референсов. И на какой-то момент мы, то есть на любой момент мы, на самом деле, можем видеть список всех инстансов класса. Я понимаю, при сборке мусора через подсчет ссылок, как раз слабые ссылки позволяют избегать семейческих зависимостей. Ну, как сказать, они позволяют, если тот, кто разрабатывает, использует их. Разумеется, разумеется. Ну, просто, грубо говоря, без них это было в принципе невозможно. Нет, почему? В принципе, это возможно. Нет, возможно, грубо говоря, это возможно, если ваш граф устроен, если ваш граф не имеет циклов. Граф, в принципе, можно устроить граф, не имеющий циклов той или иной конвенции, так сказать. Собственно, например, многие системы, не знаю, там, та же, например, Mozilla, она достаточно долго не имела грабочек коллектора вменяемого, а вместо этого реализовывала такую кумообразную модель. И, в общем, просто все достигалось тем, что, говорилось, всегда только паран ссылается на чайл, чайл не ссылается на паран, например. Или наоборот, я уже точно не помню. Но были какие-то определенные правила того, кто держит ссылки на кого. То есть, в принципе, это можно делать, но это очень неудобно. Ну, да. А еще проще пользоваться грабочек коллектором, наверное. Вот. А если, конечно, его не писать. Значит, следующий объект вообще очень странный. Это фантомная ссылка. В основном она нужна для того, чтобы узнавать, когда некий объект точно собран. То есть, я не помню деталей, но, в принципе, можно получить очередь грабочек коллектора, на которую в форме, так сказать, фантомных ссылок посылаются собираемые объекты, если вы, конечно, зарегистрировали на него, так сказать, фантомную ссылку. То есть, в принципе, хороший способ увидеть некоторые тонкие детали работы коллектора. Вот таким образом. То есть, особо другого назначения этой фантомной ссылки я не знаю. Вот. Собственно, Finalize, вот как раз этот злосчастный, который ведет к тому, что, грубо говоря, память нужно не просто освобождать, а перед ее освобождением нужно вызывать определенный Java-код. И, в принципе, этот Java-код может делать что угодно. Бросать исключения, выделять новую память, в общем, делать любые непотребства. Значит, собственно, вот все вот это является таким сообразным интерфейсом между коллектором и Java-кодом. То есть, какие-то интерфейсы непосредственные, например, вот эта очередь сбора ссылок, например, фантомный референс, какие-то опосредованные. То есть, нам предоставляются определенные гарантии на поведение тех или иных объектов. Ну и о стабильности хэш-кода я уже говорил. То есть, и, опять же, вот сейчас, ну если непонятно, еще чуть-чуть поясню, что, в принципе, это действительно, нам нужна некая уникальная идентичность объекта. То есть, вот, как вы думаете, что можно было бы использовать в качестве хэш-кода, если бы объект для конструктных объектов, объекты, которые не меняются? Ну, как-нибудь соединяем, да, например, какую-нибудь хэш-функцию, собственно, да. Да, то есть, можно, собственно, да, вычислять хэш по контенту для константа, в общем-то. Но, к сожалению, если объекты меняются, то на самом деле у объекта нет никакого инварианта. Вот, если посмотреть, так сказать, на представление объекта, то все в нем, кроме, собственно, ссылки на его класс, то есть, его класс не меняется, но это не очень хороший хэш-код, потому что он не дифференцирует объекты одного класса. Все остальное, хотя, в принципе, его тоже можно, на самом деле, ссылку на класс можно использовать как хэш-код, но очень плохого качества хэш-код. Вот, поэтому нам нужно тем или иным образом реализовывать стабильный хэш-код. И это тоже, на самом деле, должен делать Горбач-коллектор. Значит, итого, что нам нужно учесть, когда мы создаем коллектор? Когда мы, вот, допустим, тут нет, только у вас вопросы, что вообще, собственно, как вообще разрабатываются новые фичи, вот, когда программа пишется не на заказ, а в, так сказать, просто разрабатывается в больших компаниях. Вот, ну, прежде всего, конечно, у людей просто желание что-то сделать новое, но вот если они хотят сделать что-то новое, то обычно они хотят сделать для чего-то. Вот, вот если вы, допустим, пишете новый сборщик мусора, если у вас вдруг появилась такая, такая дикая идея, то, в принципе, надо, надо себе четко, четко отдавать отчет, зачем он нужен. А для этого нужно себе ответить вот, вот хотя бы на вот, на вот этот, ну, а на самом деле, конечно, на несколько раз больший список вопросов. То есть, если вы хотите сделать коллектор, надо прежде всего понимать, какого объема данные ему предстоит обрабатывать. То есть, допустим, если вашим коллектором нужно выделять, там, 10 килобайт в секунду, то, в принципе, можно написать абсолютно любой коллектор, но тогда вряд ли стоит за коллектор браться. Если, опять же, не некоторые специальные требования, о которых я поговорю попозже. Значит, кроме этого, требования по производительности. То есть, первое, точнее, я неправильно сказал, значит, объем данных – это, скорее, характерное количество данных. То есть, грубо говоря, если, одно дело, если ваш коллектор должен обрабатывать десятки или сотни мегабайт, другое дело, если сотни гигабайт, терабайт. То есть, вот, например, хатспоттер, я знаю, что точно работал на, на полуторабайтовом хипе, по-моему, работал. Вот, то есть, 512 гигабайт. Ну, как бы, ясно, что, в принципе, создавая... Нельзя создавать структуры, объем которой, грубо говоря, пропорционален на... Ну, более чем линейно пропорционален объему хипа. Потому что, естественно, они будут расти совершенно угрожающим образом. И лучше даже по возможности не создавать линейные структуры, а лучше по возможности обходиться структурами О1 и все необходимые данные встраивать в сами объекты. Значит, вот следующее – требование производительности. То есть, с какой скоростью может создаваться мусор. На самом деле, если мы подумаем о функционировании коллектора в целом, то мы поймем, что, вот, если не говорить о начальном этапе работы, коллектор должен прийти в определенный баланс. То есть, он должен прийти в баланс между количеством собираемого мусора и количеством создаваемого мусора. То есть, грубо говоря, если ваша программа реально создает больше мусора, точнее, больше полезных данных, то есть достижимых данных, чем она их освобождает, то рано или поздно у вас кончится память. То есть, ну, как бы, очевидно. Просто в том, когда это настанет. Поэтому, на самом деле, долго работающая стабильная программа, она приходит в некий такой гомеостаз. И, на самом деле, мы можем просто считать, с какой скоростью создается мусор. То есть, с какой скоростью создаются недостижимые данные. И, собственно, вот это и будет метрика, так сказать... Ну, и, естественно, что в ситуации нормальной работы, а не в ситуации, когда мы бросаем out of memory error. То есть, естественно, что при нормальном функционировании вот это будет хорошая метрика. С какой скоростью создается мусор. Может создаваться мусор, чтобы система функционировала. И, на самом деле, какой мусор. То есть, вот здесь вот это я не уточнил, но, на самом деле, мусор бывает разный. То есть, если мы, опять же, немножко подумаем о наших Java-программах, то мы поймем, что бывают объекты, для которых выяснить их недостижимость достаточно просто. Бывают объекты, для которых выяснить недостижимость сложно. И вот это, на самом деле, некое такое качество мусора, о котором я еще чуть-чуть, может быть, поговорю. Значит, ну вот следующее требование, опять же, для коллектора, это требование по времени жизни приложения. То есть, вот большинство интересных приложений, для которых, собственно, стоит писать какие-то новые коллекторы, и вообще стоит чего-то делать, это приложение достаточно долгоиграющее. То есть, либо встроенные системы, где, кстати, Java-то совершенно активно используется, как ни странно. То есть, однажды, такой исторический анекдот, что однажды у нас, ну, правда, наши американские коллеги занимались изучением баг-репорта, пришедшего от ВМФ США. То бишь, у них там где-то, где-то горбочек коллектор не очень хорошо работал в какой-то, в общем, военной системе. Мне стало немножко страшно. Какой момент Java из ее лицензии использования сняли ограничения, что не дать новых мышц критиков? А там хитро. Саму Java есть просто... Это не та Java, короче. Это вот если речь про реал-тайм, то это отдельный продукт. Это отдельный продукт с немножко другими правилами лицензирования. То есть, это не хатспот, просто у него реально... То есть, это хатспот, но с другим коллектором. И с другими лиговыми, так сказать. То есть, у Сана есть такая реализация в ВМФ, которая не требует ограничения? Ну, реализация-то та же. Ограничения просто другие. Ну, да, да. Действительно, там коллектор... Опять же, если речь про RTG, то да, там немножко другая реализация. Я, к сожалению, не очень люблю все вот эти адвокатские тонкости, поэтому я тут умного ничего сказать не могу, но... Что? Безусловно, не на пустом месте. Но, тем не менее, факт жизни таков, что, в общем, Java достаточно стабильно работает в том, что реально является мышц критиковым. То есть, в частности, банки используют... Собственно, вот один из наших крупнейших заказчиков в свое время был Goldman Sachs. Ну, результат, я думаю, что все-таки не связан с компьютерами, вообще связан с людьми. В общем, и с жадностью. Но это к делу не относится. В общем, как бы то ни было, в принципе, большие инвестиционные банки и люди, которые делают реал-тайм-системы, как бы с интересом пользуются Java, и действительно, в принципе, она работает достаточно хорошо. Почему я так говорю? Что, в принципе, на GVM, и в частности, на коллектор, налагаются достаточно серьезные требования по времени жизни приложения. То есть, действительно, программы могут жить долго, а если они должны жить долго, то это значит, что, грубо говоря, программа должна хорошо работать не только первые пять минут, а еще следующий год. И это часто достаточно сложно реализовать. Особенно, если мы подумаем про memory management. То есть, я реально присутствовал при анализе системы на Solaris, у которой действительно реально кончился молоковый хип из-за фрагментации. То есть, система с большим, несколько гигабайтов памяти, несколько гигабайтов хип, и она кончилась не из-за того, что там был memory leak, а просто из-за того, что система настолько долго существовала, что эта память стала настолько фрагментированной, что ее нельзя было реально пользоваться для дальнейших локаций. То есть, вот просто пример, например, того, почему коллектор раздвигающий, о чем я сейчас дальше пытаюсь сказать. То есть, действительно, это все реальные проблемы, за которыми стоит реальная история, реальное ограничение индустрии. Значит, требования по гарантии на время отклика. Ну, вот еще одним, например, потребителем Jawa, достаточно большим в частности, и Ходспот, является компания, например, Телекома, то есть, которая обрабатывает, например, биллинговые системы больших сотовых операторов. То есть, там, естественно, что одним из важных требований является гарантия на время отклика. То есть, звонок должен быть учтен, обработан тем или иным образом. И если это не сделано, там, по-моему, не только биллинговые системы, а еще, по-моему, и что-то большее. И в результате, я знаю просто, что при просрочке, так сказать, времени отклика, это люди теряли реально деньги. Вот, то есть, опять же, ну, понятно, почему время отклика может быть не нулевое. То есть, когда вы говорите new, там, какой-то обжект, то, естественно, что эта память должна откуда-то выделиться. И может случиться такой момент, что доступной памяти в системе нет, тогда, соответственно, должен вступить в работу горбочек-коллектор, он должен собрать мусор, после чего сказать, все хорошо, теперь выделяй память. Вот это вот время, вот эта пауза между, между сказать новые объекты и, так сказать, получить этот самый новый объект, если там вступил горбочек-коллектор, ну, это же си пауз. И вот она, может быть, на самом деле, на больших хипах может измеряться секундами, в то огромное время, да, в десятками секунд, при неэффективных реализациях коллектора, что, естественно, может привести к печальным последствиям. Следующее... А, ну да, вот, собственно, эти гарантии, они бывают мягкие и жесткие. То есть, что это значит? Есть так называемый софт реал-тайм и хард реал-тайм. Вот здесь кто-нибудь разрабатывал реал-таймовую систему? Кое-кто есть. Тогда, ну, вы, наверное, знаете, что, в принципе, есть реал-тайм, ну, классический пример реал-тайма, это вы нажимаете на педаль тормоза, и если между педалью тормоза и колодками находится не механическая система, а какая-то электрическая система, то у вас должны быть определенные гарантии на то, через сколько времени этот сигнал реально дойдет до колодок. Если этого, грубо говоря, не случится, то последствия могут быть весьма фатальными. В принципе, это типичная ситуация для реал-тайм-систем, то есть они налагают достаточно жесткие ограничения на то, сколько времени та или иная операция должна выполняться. Почему, собственно, реал-тайм-системы, в частности, реал-тайм-операционные системы и реал-тайм-джава, это отдельный класс вообще систем, просто потому что у них есть очень сильно отличающиеся от традиционных, привычных нам систем требования. Но вот это такой жесткий реал-тайм, но бывает еще мягкий реал-тайм. То есть, грубо говоря, я ничего не обещаю, но, скорее всего, все будет хорошо. Вот такого типа гарантии. То есть, грубо говоря, это значит, что в 99 случаях из 100 ваш запрос не будет выполняться дольше 10 миллисекунд. Или в 999 из 1000 и так далее. То есть, в принципе, бывают разные степени софта реал-тайма, но идея такая, что мы предоставляем определенные статистические гарантии на длительность исполнения запроса. То есть, если в системе жестким реал-таймом гарантии должны быть абсолютные, то есть никогда не, то тут гарантии сугубо такие статистические. Значит, ну, следующий фактор фактор – это ожидаемый сценарий нагрузки. То есть, как, собственно, что мы ожидаем от нашей системы. То есть, ну, если мы говорим, так сказать, о количественных метриках, то действительно это вот какая-то комбинация вот этого и этого. То есть, требования по объему данных, требования по производительности. То есть, что мы примерно ожидаем от наших, так сказать, от наших потребителей. Ну, и, наконец, последнее такое, может быть, не совсем тривиальное, на первый взгляд, требование – это ожидаемое аппаратное обеспечение. То есть, понятно, что если мы разрабатываем сборщик мусора для АМБ-детт-системы с не очень мощным, что на текущий момент значит, допустим, 400-мегагерцовым армом, допустим, чудо, то это совсем не то же самое, что если мы разрабатываем сборщик мусора для мощной многоядерной машины с огромным количеством памяти и так далее. То есть, в принципе, там нужно использовать несколько разные алгоритмы и можно несколько разного ожидать от подлежащей системы. То есть, естественно, например, что если у вас всего один процессор, то никакого смысла писать параллельный коллектор – нет. То есть, если вы будете параллельно собирать мусор, на чем? У вас все равно физически один процессор. Никакого смысла писать систему, которая будет пытаться использовать много потоков, неосмысленно, и вы только потратите лишнее время. И наоборот, если у вас 32-ядерный процессор, то даже если вы будете в два раза медленнее исполняться в один поток, но у вас их будет 32, то вы все равно получите 16-кратное увеличение в производительности. То есть, ну, очевидное совершенно преимущество. Ну что, вот тут некоторое утверждение, скажем так. То есть, это утверждение, опять же, выведено из реального опыта, и на основании их, собственно, и строится большинство современных индустриальных ВИМ. Ну, первое, наверное, вы слышали про такую вещь, как generational hypothesis. Не знаю, как по-русски хорошо сказать, но гипотеза о том, что у объектов существует поколение. То есть, ну, если так сказать, простому сказать, то большинство объектов умирают молодыми. То есть, что это значит? Значит, что вы выделили объект, и, скорее всего, вскоре он вам не понадобится. То есть, долгоживущие объекты, это в некотором смысле нетипичная ситуация. И опять же, если вспомнить вот то рассуждение, которое я пытался сказать о таком гомеостазе, в который приходит система, то есть, что количество выделяемых объектов и количество особо вдаемых объектов примерно сбалансированы, то это, в общем, достаточно естественно. То есть, так, если вдуматься. То есть, естественно, что существуют объекты, которые нужны долго, а существуют объекты, которые просто выделились и почти тут же умерли. Хотя существуют, скажем так, придуманы просто из теоретических соображений, придумана возможность загрузки, которая как раз не удовлетворяет генерейшн, ну, в общем, это гипотези поколения, но для практических, ну, такая нагрузка обычно не присутствует. И более того, объекты делятся на несколько категорий с различным временем жизни. То есть, на самом деле, это значит не только, что большинство объектов умирает молодыми, а то, что есть, так сказать, категория совсем долгожителей, есть категория объектов, живущих достаточно долго, относительно долго и совсем короткоживущих. И вот этот факт, на самом деле, можно использовать в дизайне виртуальных машин. Значит, ну, следующий полезный факт, это что потоки используют в основном данные, которые сами создают. Ну, опять же, то есть, некая такая, некие гарантии по локальности. То есть, они, безусловно, не всегда выполняются, то есть, безусловно, бывает, что ссылка создается в одном объекте, а, точнее, объект создается в одном объекте, потом передается в другой, в другом потоке, и там, соответственно, происходит ее использование. Но, тем не менее, типичная ситуация, что создал, тем и пользуясь. Немногие объекты используются для синхронизации. Java язык интересный тем, что, если вы вдумывались в стандарт, то вы можете понять, что любой объект, абсолютно любой instance может использоваться для синхронизации. То есть, вы можете, например, сказать синхронизировать string.class. То есть, ну, так, к примеру. То есть, вы можете использовать instance системного класса string для синхронизации. И, в общем, никто вам не помешает. То есть, на самом деле, вообще, любую сущность Java можно использовать для синхронизации. Но, тем не менее, обычно люди не пользуются этой возможностью. То есть, люди, безусловно, пользуются наличием синхронизации методов. Вы, надеюсь, понимаете, что используется в том числе синхронизационного объекта для синхронизации методов? Правильно, сам объект, да. А для синхронизации статиков? Ну да, объект класс. Абсолютно верно. То есть, действительно, структура, как бы, скажем так, ключевое слово синхрониз, примененное к методам, оно подразумевает неявную синхронизацию как раз на объекте, о котором, так сказать, идет речь в данном контексте. Но, тем не менее, опять же, из опыта выяснено, что большинство объектов, вот если мы на них посмотрим, они не используются для синхронизации. Хотя, с теорией все могут использоваться, согласно стандартную языку Java. Собственно, поэтому ранние, совсем ранние реализации Java доходили до того, что они выделяли, выделяя объект, они выделяли под каждый объект свой системный монитор. Что было, кажется, очень нехорошо с точки зрения возможности, просто, например, количество создаваемых объектов. Немногие объекты хранятся в хэшах. То есть, опять же, это утверждение не всегда верно, естественно. То есть, бывают бывают такие ситуации, когда у вас в хэшах как раз хранится очень много чего, но типичная ситуация, что вовсе не от каждого объекта вам требуется хэш-код. Стабильный хэш-код, подчеркиваю, как мы уже говорили, это некая нетривиальная сущность. взаимоотносящиеся объекты ссылаются друг на друга. Ну, здесь понятно, о чем речь. Опять же, речь о локальности. То есть, о том факте, что, в общем и целом, если объект А ссылается на объект Б, то, скорее всего, они имеют какое-то отношение друг к другу. То есть, они будут, например, использоваться, скажем так, более-менее одновременно. То есть, ну, почему это релевантно? То есть, на первый взгляд, это не очевидно, но если вы, например, опять же, представляете себе, как работает система пейджинга, то вы понимаете, что если, грубо говоря, два объекта находятся на одной и той же физической странице, то если она у вас оказалась в памяти, или то же самое в кэше процессора, то, естественно, доступ к соответствующему объекту будет гораздо быстрее. А это значит, что если вы будете соблюдать хорошую локальность при помещении ваших объектов в память, то программа в целом будет работать быстрее. Понятно, о чем говорю? Да, при правильной, так сказать, упаковке, то есть, при правильном алгоритме обхода коробочный коллектор улучшает локальность, да. То есть, это вот такой, ну, неочевидный, на первый взгляд, бенефит, но, тем не менее, это факт, да, что можно пользоваться. Ну, вот, последний слайд, такой нарочито сумбурный, то есть, я не знаю, слышали вы о китайской классификации? Ну, да, наверное, если кто-то не слышал, но, в общем, это такой способ упорядочивать вещи, в общем, достаточно случайным образом, то есть, у нас традиционно приняты, так сказать, классификации более-менее однородные, а, ну, вот это, собственно, кто-то из людей, занимающихся семантикой, в свое время открыл просто некий такой китайский текст, где животные упорядочивались там по каким-то таким случайным признакам, типа, мохнатые, ушастые, принадлежащие императору, на двух ногах и так далее. Вот, то есть, понятно, идеология в том, что эта классификация неоднородна. Вот, и, опять же, почему, собственно, она неоднородна? Потому что она полезна. То есть, я в некотором смысле... Я в некотором смысле пытался просто указать некие важные признаки, не пытаясь, чтобы они были однородными. Итак, ну, значит, первая реализация, так сказать, перечеркнутая, это, собственно, система подсчета ссылок. Собственно, на самом деле, правильно примененная, эта система весьма полезна. И, хоть я ее перечеркнул, но для управления определенными видами памяти это очень хороший алгоритм управления. То есть, вот, как вы думаете, чем хорош подсчет ссылок? Вот так вот. Ну, кроме простоты реализации, вот... Да, правильно, действительно, временное освобождение объектов. А еще... Не требуется стадия, когда нам нужно обходить график. То есть, да, сразу... Да, абсолютно верно. То есть, действительно, вот у нас, так сказать, нагрузка, которую garbage collector, так сказать, выкидывает на систему сразу, она распределена вот на время работы. То есть, по мере, собственно, функционирования системы, нагрузка, так сказать, вот как какой-то поток, например, освободил объект, он ему больше не нужен. Ну, хорошо, не нужен, мы выполнили его там деструктор, финализатор, что-то еще, и, в общем, пошли дальше. И никаких пауз нет. То есть, все происходит естественно и равномерно. На самом деле, такого рода алгоритмы иногда применяются в реал-тайм-коллекторах, ну, на некоторых видах объектов. Значит, следующая такая пара, это... То есть, это уже пара, скажем так. Это точные и приближенные коллекторы. Также приближенные называются консервативными. То бишь, здесь речь идет о том, что на самом деле, что нам важно при сборке мусора. Собственно, основное требование сборки мусора, это чтобы освободилось какое-то количество памяти. У нас нет требования, чтобы вся память освободилась. То есть, нужно, чтобы хоть сколько-то памяти освободилось. Поэтому, что мы можем сделать? На самом деле, на первый взгляд, такая, мне, по крайней мере, была нетривиальная идея. Мы можем просто пробежать по всему хипу, и все, что выглядит как указатель, мы можем считать, что это указатель. Вообще, по всем объектам. А, соответственно, все, на что эти указатели ссылаются, значит, оно живое. А все остальное неживое. Собственно, вот так пишутся нередко сборщики мусора для языка оси. То есть, консервативный коллектор, например, боемовский коллектор, он, в частности, и так может работать. То есть, на самом деле, другой алгоритм, это, естественно, честно учитывать все корневые объекты и честно обходить граф объектов. Все сборщики, реализованные в хатспоте, это точные сборщики. То есть, они точно учитывают граф достижимости. Но, опять же, это сугубо выбор дизайнера. Значит, вот один из, так сказать, важных, и, опять же, как был реализован один из первых сборщиков мусора, это копирование живых объектов. Ну, этот коллектор назывался «Семиспейс». То бишь, как он реализовывался? Просто бралась вся доступная память и делилась на две части. Начинаем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...